МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, ребят, дождались. Сегодня первый рейс с тралом. Поедем из Волгограда, из Кировского района, в Нижегородскую область куда-то там. Вот. Повезем что-то там. Ну, я же покажу обязательно, я же такой, я покажу. Ага, это... Фу, блин. Что хотел сказать-то? А, по полю иду, короче, он. Ходил в путевку, отмечал у медика. Я же теперь в законе. Техосмотров, страховка, страхограф. Все дерьмо есть, кроме путевки. У них раньше был пункт у этой конторы, который ведосмотры проводит. Раньше был пункт на... Ну, удобный пункт. Едешь со стоянки, на выезд из города, останавливаешься, пошел, отметил путевку и помчал дальше. Кто местный, из Волжского, те, наверное, знают. Пушкина, 113 Г, по-моему. Рядом с газовой заправкой, медпунктом, это дубылка. Оказывается, он в феврале не работает. А вон туда, сзади, вон, к тем зданием, с тралами... Ну, проехать-то проеду, но могут возникнуть проблемы при повороте. Пришлось через поле пешком топать. Пока я туда топал, у меня давление 140, там на чего-то, короче, стало. Ну, тут реально, как дизельный бульдозер, прешь по этому полю. Устал, как собака. Ну, теперь с травм-то видосики, наверное, будут поинтереснее, подлиннее. Кто там на этом? На Дзене есть. Яндекс.Дзен. По-братски подпишись на меня там. Даже можешь не смотреть. Просто подпишись. Хочу там монетизацию организовать. Хоть какую-то копеечку иметь с этой интернет-деятельности. А то почти полмиллиона подписчиков на Ютубе. А денег за рубли. Ноль, нахуй. А и так как основная часть видео у меня шорсы. На них как-то рекламодатели не ищутся ни хрена. Вот. А такие на длинные видосики. Думаю, подтянутся рекламодатели. Мы заживем, купим айфон, гопро, все дела. Будем такой контент пилить. Этот Марвел обзавидуется. нахуй. Фу, бля. Давно, пересеченный местный не ходил. А вон, кстати, камазял стоит. Красавчик. Белий. Белий, бля. Надо еще мигалку на крышу прилепить. Блин. Мы же не баритчики со стажем. У нас нихуя нет. Пару цепочек, короче, ремешки. Ладно, шучу, барин размиловался и купил четыре цепочки, бля. Эти Туарепы, нахуй. Короче, на загрузку приеду. Покажу, только время два часа дня уже. А ты сдавать мне из Волжского в Кировский район на Химзаводскую улицу. Ну, кто местный, где-то в курсах, короче. Хотя, груз негабаритный наверняка подожду. И что и сегодня пятница, ноября. Куда ты забрел? Я тут не шел, короче. Что-то совсем дебрин. Вот, ноября. Думаю, из Волгограда будет выезжать капец, как сложно. Поэтому загрузимся там. Ночки дождемся, ночью проедем. Проеду, бля. Ну, похер, мы с КамАЗом проедем. И попиздуем потихо грузить. Самое главное, забыл, у нас даже разрешение есть на перевозку негабарит. Маршрут согласован. Уже полностью с какой-нибудь очко маршрут проложен. Но это будет даже интересней. снимать можно. Ручку скоростей дрыгать не надо. Одной рукой руль, другой блокбастер пишем. Тут вообще канал, я тут не шел. Блокбастер пили и полосу контента. Я, кстати, компьютер недавно купил новый. Вот он. У меня был компьютер, но он что-то с годами такой тупой стал, короче, уже просто в браузере лазишь, нервов не хватает. а это старшенький сынули попросил на днюху компьютер. Батя купил, что обещал уже. Ну и смысл в чем, что теперь там можно кинчик монтировать. Фу, бля. Вот, тут я шел. Кинчик монтировать и выкладывать. Я только хуел смел выкладывать буду там на компейн YouTube вообще не работает. Схать с телефона, с VPN нормально хорошо. Шарится там и через мобильную сеть, через Wi-Fi, через мобильную сеть тоже неплохо летает. Вот, блядь. Wi-Fi домашний вообще не работает. Кстати, этот там уже дядя Вова Путин обещал разобраться с YouTube почему он не работает. Какой-то хрен ему с Мосфильма пожаловался. И эти черти соцкомнадзора бесполезной организации, дармоеды просто, бабло наше, хавы, письёбы, они всё сказали, что это YouTube замедляется из-за того, что старое оборудование типа не они причастны к этому. Они реально что, люблять 140, 150 миллионов человек за дураков держит, замедляется, блядь, ты включаешь, всё летает, всё работает, а, блядь, без VPN всё замедляется, из-за ютуба типа ну бред, сука, пиздец. Погода совсем испортилась, если вчера было солнце, то сегодня вот такая погодка. Чё, надо показать, чё, загрузили, габарит, не совсем уж не габарит, но всё равно. У этого ведра, бля, чертолёта, передние колёса спустены, накачать не представляется возможным, так закрепил, сасок сказал до свидания. Камышный вон там, пару, тройку километров. Вчера поздно загрузили, я доехал до Ерзовки и в Баюте завалил. С утра встал в 6. Ну, чё-то как-то не едется нихрена по туману, поэтому сейчас расцвело, ещё более-менее. А так совсем печально было ехать. Вот чертолёт как женщина, блядь, во время этих дней. С него течёт всё, нахер, то ли солярка, то ли масло, хрен его знает. Вот, тут есть сосок, но колесо тоже спущено. потери есть. Загрузка куда-то катакультировалась такая, вот. Чем ближе к Саратову, тем гуще туман. Тут так раз на Армейской осталось километров двадцать, Машинки всё медленнее, медленнее, что они ночью делать будут интересно. И холода, кстати, Если в Камышине было плюс шесть, то здесь уже плюс три. Чувствуют, километров через двести уже гололёд начнётся туда, ближе к Сызрани. А это он на девяточке чувачок. Совсем, наверное, бессмертный. Сзади ничего не горит. А он едет. А я весь мигаю. Сейчас интересно в Красноармейском Красноармейске остановят петушары транспортники или нет. В Ерзовке ДПСники стояли, посмотрели на меня, да и всё забыли, не остановили, в общем. Хотя я даже ночью ехал. Обычно ночью менты летуют. А это нет, нормально всё. Есть даже бессмертные, которые сохранились. вон давай, забодай девяточку, забодай нам. Ёбаный чушпан, сука. Ну, проверяем. Сейчас повешиваются, да вот, остановят или нет, пидарасы. Чурос вообще капец, короче. За КБ мы ехали 70, тут он 30, 40. Даже КБ не выдержал на стоянку заехать. еще этот цветофор, блядь, скинут. Весы, светофор, менты, транспортники, все в одну кучу собралось. и encima конеч. оно и Винтяры стоят Винтярам мы не нужны Тут где-то в тумане транспорт Вон там воздушный габарит Не, никому мы не нужны Итак, посмотрим Интересен я тут кому-то или нет На этом кольце Вольское кольцо, по-моему Саратов справа Я сейчас ухожу налево на Сызер В общем, на этом кольце Меня всего один раз останавливали То ночью Сейчас посмотрим, что Я здесь не габарит возил, не останавливали На печальной машине Сейчас-то на новой еду Посмотрим, что остановит, нет Через 500 метров Держитесь левых полос Не, я тут тоже не интересен Держитесь левых полос Следующий где у нас там в Тольятти Полицай До Сызрани чуть осталось Снежок начинает на полях появляться Расход вырос с 29 литров до 31,8 Прям сильно комар чувствует этот прицеп И трактор этот Чертолет Хотел Снежок показать А он куда-то пропал А вон он, вон он Видел, видел, да? Видел? Я тоже видел Сейчас что у нас Сызрань, Тольятти Красный Яр И поперли на Димитровград Димитровград объезжаем Перекатываем через Волгу В Ульяновск Пиздуем на На Казань С Казани на Йошкар-Олу Олу, блядь Или я уже рассказывал Не помню Ну, в общем, такой у нас Маршрут Я вот тут законы подлости Хотел снег показать Он испарился куда-то Когда ехал Ватсап залипал Снега было дофига На обочину Сейчас уже стемнеет Снимать, скорее всего, не получится Ну что, третий день Нашей телепоездки Ульяновск, президентский мост Не замерзайку купить Остановился А тут, короче, он на стекле написан Деньги в окно кидай И бери Эту Жидкость, короче Либо Сбербанк перевод Ну, я Кинул в окошко Трисотни Залил не замерзайки И поехали Сегодня Думаю, доедем До места Осталось 600 километров Как в Ульяновске Жить безопасно Даже Он доверяет мне Замерзайку Или Замерзайку Я Когда ехал Я раз по этому мосту Это был давным-давно Прямо впечатлил меня А потом я Прокатился По Крымскому Там, говорят, что В Сургуте мост Красивый Ну, думаю, там тоже Когда-нибудь побываем В Питере вроде Вантовый мост Тоже красивый В Питере, к сожалению Я ни разу не был Да и может И незачем там бывать Там что-то тачки угоняют Эти гаишники Транспортники лютуют Чуть что штрафстоянка Чуть что штрафстоянка Вон Ульяновское море Этот мост президентский А тот Вроде имперский Что-то Как-то так В комментариях На ютубе писать Ночью объезжал Димитровград Такая себе, конечно, дорожка Навигатор рисует Поворот чуть-чуть Там не резкий А по факту Там Блядь Прям очко сжималось Блядь Что иголка не влезет А потом Уже в лесу Там встретился С негабаритом Он какую-то здоровую Херню Вез в очку Блядь Еле разъехались А еще Ночью Ссыкотно На обочину Съезжать Мало ли там А то у нас дорожники Любят Глины Обочины Делают Съедешь И все Пиши Пропало Потом Надо Бежать Будет За трактором Зачем мне это надо Хрен с ним С трактором Еще что-нибудь Оторвешь Там бампер Подножки А я и так Уже Покромсал Пассажирскую Подножку В первый же рейс А не во второй Рейс Но тут тоже Маргуны Есть Вон едет Спешит Справа Объед Что-то Нормально Ну нет Он будет До усрачки Моргать Хотя справа Свободно Объехал Быстренько Если ты спешишь И поехал Нет Он будет До усрачки Моргать Прям волны Как на море Правда Там и ветер Люто Холодный Собака На улице Плюс 2 Ветер Холодный Капец Кто в курсе Сколько километров Мостик Этот Как он Правильно Там Мостовой Переход А если я еду Мостовой Переезд Тогда Там Там Круто Жить Видон Такой Он Стоит Многоэтаж Только Да И вот Тоже Только Хатки Наверное Утеплять Надо Капец Как Холодные На берегу Жить Ветер Гуляет Следующая Точка У нас Казань До Казани Доеду Потом Налево Йошкар Пола И там Еще Какие-то Перевушки Городочки Кстати Разрешение Как-то Интересное Ну На перевозку Не габарита Выдали Два штуки Одно Разрешение Волгоградская Саратовская Что-то Ульяновская Самарская Татарстан И этот Мариел Второе Разрешение Чисто Нижегородская Область Камазяо Чувствует Этот Долбанный Погрузчик С прицепом Прямо Сильно Чувствует В подъемы Садиться Конкретно Так Голуби Какие-то Бешеные Подрезают Меня Да Высокая Горка Тут Расход Расход 32,5 Вырос Еще Кстати Заправлялся В Волжском На этой Татнефти Потом Самарской Области На Газпроме Заливался По ощущениям Что на Газпроме Камазяо Гораздо Лучше Поехал На Татнефти Заправлял Обычную Не Танека Обычную И прям Ну или просто Меня глючит Или прям Реально Лучше Поехал Хотя Он уверенно Своей 60 Едет Так Ладно Мостик Закончился Где-нибудь В Казани Включимся Вот и Казань Сейчас Тут будет Дебильная Развязка Получается С развязки Выезжаешь И сразу В полосу По которой Летят машины Сейчас Покажу Сейчас Будет Наверное Проблемно Выезжать С этой Развязки Потому что Потому что Тяжело Трогается Камазяо Через 500 Метров Съезд Поверните Направо На Залесную Улицу Смерть Навигатор Вообще Охренел Видит Что я Видел Снимаю И блять Пизди Ты что Съезд Поверните Направо Леруа Мурлен А что же Переименовали А сами Магазин Ни хрена Не переименовали Сейчас Будет Выйс Развязки Вот Выезжаешь И сразу В полушу Короче Причем Не видно Ни хрена В этот раз Как-то Удачно В прошлый раз Я тут Долго Стоял Какой-то Психопат Разрешение Давал На перевозку Дегабарита По этой Узенькой Тропинке Пока еще Грузовые Не встречались Но следковыми Они что-то Прям Ну я Короче В полосу Еле помещались Реально Какой-то Долбоем Оформлял Маршрут Согласовывал Просто Трындец Обычно Мокрое Отсутся Понешь И вон В березоньке В России Дураков Еще лет на сто Припасено Точно До выгрузки 90 км Минут 30 назад Минты Останавливали И я же у них спрашиваю Слышь а это Там навигатор серым рисует дорогу Там есть дорога Нет Проеду я там Туда может как в Оренбургской области Чернозем Да глина Не Не Говорят Там дорогу сделали Все нормально Можешь смело Наваливать Если это сделали То сложно представить Что было до того Как сделали И такой Херни Еще 20 км Тропинка Все Уже И Уже Голдай Йобины Все Забористее Забористее Ну тут кто-то до меня проезжал Походу Потому что Деревья повалены Убраны с дороги Тут снег шел Мокрый И деревья падали Как эти Как не стояли Вы приехали в промежуточную точку Спасибо огромное И чтоб у того Чувака Который Разрешение Оформлял Член вырос Вместо большого пальца На ноге Чтоб он Вечно в мокрых тапочках Ходил Сука Ну это Пистак Короче И нигде не остановишься Идут рада ждаться После этого Поехать И ехать чуть осталось Засада Короче И не остановишься И вроде как Восстанавливаться Нет смысла ехать Время Семь часов вечера Ехать Еще По такой-то дороге Понятно, что долго А и по нормальной дороге Сколько Час-полтора Я бы на месте был Но Увы И ах Ни связи тут Ни хрена Ничего Что случится Хрен знает Что делать Справа Медведи Нападут Слева Волки По центру Лисы Сверху Белки Снизу Кроты Что-нибудь Там Бобрый Ну тут видно Латали Ну что-то Как-то Блин Раньше Яма была Внутрь Сейчас Она Выпуклая Наоборот Раньше Была Впуклая Яма А сейчас Выпуклая Завтра Если дождя Не будет Снега Дождя Попробую Выгрузку Снег Будет Долго Ну Что делать Эти Бля От этой Дороги Аж эти Вот Висят Эти Арматизаторы Короче Они Выкручиваются И падают С этой Херни Деревянной Хотя Я их Затягиваю Прямо От души Потому что Было Печальный Опыт Что Он Выкрутился И упал Сюда На панель И все Разведелось По этому По кабине Я их Посильнее Затягивал Прямо От души Все равно Откручиваются Надо Наверное На Двухсторонний Скотч Приглеплять Куда На панель Что Кстати Прикольно Схижитель 200 рублей Стоит На этом Озон Валдберрис Хватает Сколько Уже Недели Три Висит Четыре И только Пол пузырька Выдохлась Какой-то Луколе Берешь Такой же Пару дней И вот Нету Все Он испарился И пахнет Пахнет Прям Ммм Я покупал Там За 500 Рублей Навал Перестали 5 штук Но Все равно Аромат Отличается Чем брать Поштучно За 200 Там С чем-то Рублей Одну Штучку И за 505 Штук Тот Который За 200 Намного Ароматнее Ну И такой Стойкий Запах Как Духи Есть Лакост Ну Они Кстати Называются Армонизаторы Лакост Босс Короче Такая Петрушка Странно Короче Йота Здесь Не ловит Зато На планшете Пару Палок МТС Есть Даже Интернет Какой-то Работает Потому Можно Муск Из Интернет Работает Пожалуйста Ладно Созвонимся На месте Снимать Нечего Его Краном Снимаем Сейчас Приподним Я Объеду И Так Что Конец Кино Продолжение следует